Мы до сих пор пиццу с хамсой колевали. Это не моя идея. Слава Богу. Нет, на самом деле, когда мы взяли сюда другого человека, мы думали, что... Ну, другой взгляд будет, другая история, но не получилось. Не получилось, не думаем, теперь мы делаем все по-другому. Признаем, признаем свои ошибки. Я помню лавандовый наполеон. Потому что бабушка умерла, и мы с этим наполеоном. А я почувствовала это все. Лавандовый наполеон, да? Вот только название. Это не просто почему они ощущения влечены. Там запах варшинский. Нафтариновый такой, лавандовый. Вот она от моли сильно защитилась. У меня вот бабушка лаванды не использовала. У меня нет таких ассоциаций. Смотрите. Лавандовый очень вкусный. Говорят, бабушка моли там лаванды перекладывала. А, лаванды, встали? Нет. Я просто лаванды. Очень популярная, насколько я поеду везде. Я только знаю песню. Лаванды. В полосе просто жили, поэтому у них доступа к лаванды не было. У моей было. Она лавандовая королева. Так, шеф, у нас дальше трецка. Она вот тоже, она не взяла лаванды перекладывала. Это птитин. А я вот читала уже трецка с оптимизмом. Трецка с тетином. Что такое птитин? Что такое птитин? Это все буквально. Все нормально, кроме Эвы. Смотрите, что такое птитин? Птитин. Это овалок кускуса. Ну как, Израиль? Не мог. Мы уже погуглили. Это тоже злаковое? Это ближе к макарошкам. К макарошкам? Да. Но поверьте. Это кускус, кускус не макарошки. Кускус это мелкая сторона. Я сейчас объясню. Тертая муссмя, там шиничная крупа. Мама, да, да. Да. А это микро кругленькие макарошки. Свердится по пшенице. Вот трут. Действительно, кускус трут. А это... А птитин, тют, 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 нормально. Тертимом я не был. Тертим тоже. Очень популярная столовица кема. Очень удобно кушать. С пастой как кушаешь, роматываешь, раз, раз. Это же курт. И все на бороде, да? Ты наслаждаешься этим вкусом, как бы аккуратно сейся, красивее. А это между пастой и... О, между пастой и ризотто. Вот так вот получается. Очень прикольная штука. В этом году я решила запустить. Размеры попала, должно получать. Кино. Во-первых, надо быть первым в городе. Ну, в конце да. Выпускали просто это, прикрой. Дымок. Да. И нахи, да не дымок. Севастоприк готовили. Это нахи, да не дымок. Семь, да не дымок. Мне кажется, у тебя ничего не дымок. Незготовая на зоне. Поэтому сегодня мы возможность попробовать одним из первых. А пока так прикрой, а сейчас надо будет. Начнем полдовать. Севастоприк будет готовиться с кокосовым. Я так вот взяла. Лайву. Сегодня кокосы лаявы. Это такой, да не дымок. Прикройте, пожалуйста, нам. Кокосы лаявы. Ну, потом да. Почему вы просто говорите, что не только рыбно, но также сладко. Вот так что считается с лайвом. Откроют. Простите, мне просто вам понравилось. Очень. Просто очень интересно мнение разных. Очень понравилось. Когда начали готовиться, я вспомнилась, что такое может быть. Что возручало. Да, подключи. Мне замечало, что молоко это раз. Откуда они? Откуда они? Мы обычно привыкли их раскрывать. Откуда торговать? Это привычка, что в прежней кухне. Да, мне еще привыкли. Это же сходили, вам сказать комплименты. Это очень интересно. Когда женщина, так выглядит, так вот. Короче, это горох, который вырос. Это, можно сказать, похоже ближе на соевые. Вот как у нас соя, да, с ручковой. Это близко. Это маме. Очень вкусно. Ну, скоро узнаем, да? Такая штучка. Это и есть я, да маме. Это и есть я, да маме. А мы сырое попробуем. Сырое. Ну, в принципе, сырое мы едят. У нас кухи добавляют сырое. Все, шеф, давай погнали, делаем. Сейчас ребята принесут и быстро, быстро все эту историю сделаем. А пока они не принесут, мы сидим в ад. Мы пока не... Не, мы же не голодные, за что? Подаем мы как кальонку для пасты. Подаем как кальонку с улитом. Ну, это же паста и есть вроде. Между пастой и ризотой. Между пастой и ризотой. Есть еще такое понятие, как борзо или ризот? Оно в плюс в минус все похоже. И начнем сжечь. Ну, сейчас снова сигнализация. Не будет для этого. Красивые бобы, просто бомбические. Вкусные бомбические бобы. Бомбические бобы. Кто не пробовал с сырой? Никто не пробовал, кроме нас. Давайте попробуем. Стоит попробовать, они слизистые интересные. Возьмите. Я не знаю, что они интересные. Это маме. Нет, бобы, бобы. Это маме, конечно. Это маме или просто что-то? Ну, они тоже. Но это они, да? Это они, да. Но они в стручках зеленых. Таким размером крупные стручки. Ну, такие стручки сюда так перебил. Ну, сейчас берем не просто загорелся. Мы сделаем тут мясо готовить. У нас рыба с капустой. Я же и говорил, да, что когда рыба готовится с капустой, она очень похожа. Да. Да. Добавим капусту. Вот пики. Ну, в зубах осталось. Это уже вареный, да? Это вареный. Ну, варится, как обычно. Ничего такого. Это не вареный. Это не вареный. Это не вареный. Да. Не, мы попробуем. Ну, хорошая, но просто другую сторону. Да. Не, маме. Нет, ну, это вкусно звучит в меню, понимаешь? Ты получаешь от маме или... Отравиться от маме, добавляем немного кокосового молока. Нет, получать маме. Ага. Спасибо. Так, смотрите. Какая история у нас? Молодая капуста. Молодая капуста. Да. Молодая, цветная, маленькая капуста. Смотрите, как красиво звучит. Я говорю, эту капусту можно кушать просто с маслом. С маслом и солью. Это очень вкусно. Это просто вторая? Мы тогда сделаем, да? Да. Мы тогда сделаем вторая капуста. Она очень вкусная. Хрустящая. Кажется, что молодая капуста. Пармезан. У нас будет какие-то соленые, он затертан. Здесь не то, что нам дали в терелку. Все, давай. Что мы берем? Мы берем. Возвращаем нашу печь. Все, на одной печи. Ну да. Берем. Святка прижариваем. Хрискас и Дима. У нас святка. Сам как бы ничего. Но когда приезжаешь, почему-то становится запах рыжего, не знаю точнее. В сахару, я думаю, приезжаешь. Или сковородку не помыли, поскорее. Всё, можно сковородить. Спасибо. Уже есть, спасибо. Кстати, про зеленое масло. Это масло. Блокшировали петрушку или любую зелень. Блокшировали её. Сбили в большое количество времени блендером. Процедили и получили вот такое красивое зеленое масло. Я для того, чтобы придать пример. И аромат плюс полезное. Жир в воде кефира вытащит свет. Она хранится нормально или вода закрывает? Вода хранит недолго. То есть где-то в неделю максимум. Ага, вот. Давай. Так, смотрите. Что у нас? Слегка обжариваем нашу капусту. Почему слегка? Потому что она должна быть полустарой. Слегка обжариваем нашу капусту. Продолжение следует. Ага. Добавляем соль, я хорошо обогащаю вкусом нашу капусту. Добавляем лайму, дольём свежую, добавляем грибочки, бобы. Добавляем грибочки. Красиво, хорошо. Шеф, вам салитую. Спасибо. Главное, ребята. Через минуту готово. Красиво готово. Добавляем немного воды и кокосового молока. Добавляем фармусан. Выкладываем на тарелку. Сверху будем класть треску. Треску мы готовим. Приготовление, ребята. Мы её приготовили только что, ребята. Посадили её в духовку. Она запещённая, нанежали. В духовку на 5 минут. Так же и капуста. Всё готово, заранее обмаринованная. Приготовили 5 минут в духовку. Добавляем немного зернового молока. Немножко петрушки. Это всё ароматиками. И, конечно, у нас все-таки. Здесь, мать, бродица. Вообще… Захаровано, да? И всё будет. И всё. Таком занимаюсь. – Ну всё, брат, Олег. Большая зарплата. Какого там такой повод? Да, это зарплата. Что за премию? Какого-то свадьба. Красивого. Что за без преградки? Что за безнеки? Есть вопросы какие-нибудь сейчас? Сейчас нет. А вы ждете, чтобы поженился с капустой? Вода? Вода, да. Можно использовать бульон. Можно использовать бульон. Но на самом деле, врачевые мы собираем. От там яма бульон пришли. Ну это свежий. Можно использовать бульон, но используем воду, чтобы был более... Не перебивай. То, что я хочу получить. Лаймовый, с капусточкой. Эти все истории будут чувствоваться. Щука закрой. Щука закрой. Щука закрой. Щука. Запах капусты есть? Да. Щас добавлю капусты и выведу. Пармезан будет для связки. Пармезан. Пармезан. С ума сойти. Пармезан. 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 Какое блюдо вам понравилось? Первое или второе? Ну, второе. Второе было просто бомба, но первое тоже очень понравилось. Я бы убрала рис и ела бы просто тунец и малину. Ну рис, я поварюсь, это как хлеб. Но мне было очень много хлеба. Вы же на диете всегда на риса не нужен. Ну без риса будет не поки уже. Да, без риса не поки. Я ж не возражаю, но тунет был очень вкусный. С малиной? Тартар назовите это, с тунцом, лосоцем и малиной. Вот что я хотел показать, что малина... А как же пришли именно к тому, что именно малина? Смотрите, было как Менделеева. Была такая история, что... Был возможность здесь показать своим коллегам и пробовать сразу рецепты. Коллегам один, мощным, которые... Тратить день в день у ресторанов. И я делал под себя. По-другому классно. Классно, вкусно. Почему бы не попробовать? То же самое, только по-другому. Ну то есть, мне как-то подали в одном ресторане очень хороший. Три кусочка тунца, три капли малины, три малины. Стоило это как три поки с малиной, наверное, соврать. Да, это три кусочка тунца, три малины. У меня был со мной человек с Олимбурга. Он говорит, у нас бы в Олимбурге лицо поделиться такое. Чедрота. Да. 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 Московская... Так, смотрите. Прокоментировать. Добавил Парклезан. Добавил Парклезан. И сейчас... Парклезан тоже является лучшим конкурсом. Круто связывается. Круто-круто связывается. Кстати, кому бы я в острый был? Вообще в острый был. Идеально. Идеально. Вот. Не на грани. На грани. Вот на грани, к этому надо и приходить. Соль на грани, перец на грани. Это круто. На самом деле. Ну или так... По чуть-чуть. Все. Смотрите, какая история получается. Вязкая. То есть, мы ему колдуем до состояния ризотто. Каплинчиком успеха похрустывает. Ризотто. Ризотто. Так. Все. 30 секунд. И начнем. Так. Возьмите. 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 Да, и не уйдем. А у нас так уйдет 40 минут. Да, да. Да. Откуда вас дали? Вас не могли потом выгнать, да? Я так поняла. Вы чехол. Нет, я приличная. Нет, я так поняла. Раз вы четырый раз дуну, и раз вы. Второй раз в посудку. Какие-то скидки делать постоянно. А мы и так скидки делаем. Двойную порцию, допустим. Десерт. Да, буквально добавки добавить. Да, да. Пойдем. 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 Готово. Первая табелочка. Три, да? Три, да? Да. Приехал. Что? 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 Пойдем. Ага. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А про треску расскажете? Про треску расскажу. Треска. Это филе, да? Это хилея чистая. Ребята чистили ее очень долго. Костель не оставили, да? Костель ей немного. Ребята чистили, удалили кожу, посыпали солью. Посыпали солью, посыпали сверху перцем, посыпали в духовку, так в предстоянии чуть больше не нужно. Почему? Потому что она натурально рыбно вкуснее. Вообще она по сути сухая рыба или нет? Ее нужно как-то... Это сухая рыба. Может быть ее заворачивать, когда она готовится? Смотрите, я сейчас расскажу, что с ней нужно сделать. Ее нужно не переготовить. Просто не переготовить. Мы не скучаем пока что-то. А мы не скучаем, мы говорим... Эй! Извините, извините. Ура! Ура! Пармезан! Так можно скучать сверху? Давай, приноси меня деталь, а ты... В литве язву. Так. Ну, самое сложное сделать. Добавите редьку? Добавите редьку. То есть перед пармезаном ложку... Ну, где лежат, видишь, это важнее. А можно вопрос не по теме? Нельзя. Вопрос... Название дайкон, токуан и редька чем отличаются? Это все просто похоже, но все разное. Ну, допустим, эта редька, арбузная, она произрастает у нас. Да, дайкон и стал недавно. Арбузная у нас произрастает? Да, это здесь, это давно, это продукт русский. Он давно прижился. Дайкон стали выращивать не надо в Краснодаре, он такой прям, бурькообразный. Он не получается, как азиатский, длинный. То есть токуан, он длинный, белый. А дайкон, он короткий. Да. А в Краснодарский получается... А что вы чувствуете? Вот. Вообще это все... Вообще... Вся эта история... Одно семейство. Теперь все понятно стало. Земля не та, да, в Краснодаре? Где растут настоящее? Дайте, дайте. Пофотографировать... Так, еще раз расскажу, что в этом блюде. Триска, капуста, адамаги, кефил, зеленое масло. Кокосовое молоко, лаймовый сок. Немножко любви. Немножко любви. Немножко любви. Даже, в общем, много. Немножко любви. Немножко любви. И, конечно же, арбуз-варенчик. Ну, так много. А еще есть у вас. А еще здесь у вас розовое шампанское. Которое сняет две трети. Я попробую. Для рудки какой-то. Как-то рискат. Зеленое масло очень хорошо смотрится на белой рынке. Матон, а может хотя бы. Мы заявляем. Налезий. Прописи. Надя хочет. Это же масло может поделать. Нам как-то направится. Можем даже базилик не делать. Пожалуйста. Так, смотрите. Напомню. Проходит неплохо, да, вечером? Конечно. Неплохо вечером. Так, лучше вечером мы будем проводить 30-го числа. А 30-го там бронируют? Я готовлю. Смотрите, ребята. Ну формат тоже, да? То есть вы готовите? Да, но мы готовить не будем. Мы будем готовить на кухне. Ну то есть мы будем есть. А, то есть это все-таки не шеф-тебл. Это все-таки. На самом деле шеф-тебл мне больше нравится. Но иногда, когда больше людей, там просто больше людей будет. Тяжело уделить ей какое-то. Внимание людям, которые находятся, вот здесь двенадцать человек, а на костюме уходит по пятнадцать. И, допустим, люди, которые сидят далеко, они не совсем все понимают то, что я хочу. Хорошо. А вы будете в костюме привидения или что-нибудь такое? Ха-ха-ха-ха. А может мы придем в костюме? Или может быть гастророжки? Знаете, что будет? Без перчика? Без перчика. Будет и скалы, и... Костюмы латексные, не знаю. Варифо? Ну, тогда... Главное, чтобы на кухне, на еде это не отразилось. Да. И так будет волшебно. У нас дома? На жоре стоит. Позаёмся. Украш. Украинская кухня. Что у вас подразумевает в украинской кухне? Что? Первое. Что будет? Бось. Нет. Сало. Вы правильно сказали? Сало. Сало у нас будет в виде тартана. Серьё? Да. Толчёное картофель. У нас с картофельком толчёвым. Грибанье луком со шкварками. Сыр. Бородинским хлебом. Чи. quizым хлебом со шкинам.